В эти дни в Ноябрьске проходит неделя молодежного предпринимательства. Традиционное мероприятие направлено на создание собственного дела среди подростков. В течение недели для них будут организованы выставки, мастер-классы, экскурсии в организации города и проведена экономическая игра. Подробности нам расскажет начальник отдела профориентации Центра активного отдыха и содействия занятости детей и молодежи Елена Константинова. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что это за мероприятие такое и какова его основная цель? Неделя молодежного предпринимательства будет у нас проходить с 13 по 17 ноября. Она проходит ежегодно, уже более пяти лет. Дополняется новыми идеями, мероприятиями. Дает она очень многое, потому что ребята могут получить новые знания об успешном опыте. увидеть воочию, как работает бизнес некоторых предпринимателей, познакомиться с ним поближе. То есть неделя молодежного предпринимательства – это хороший повод для демонстрации потенциала молодых предпринимателей, которые нам дают возможность познакомиться с их бизнесом поближе. И мне бы хотелось подчеркнуть, что неделя молодежного предпринимательства, она уникальна в том, что она проходит в 170 странах и ее сроки проведения нашей недели совпадают именно со сроками проведения в этих странах недели предпринимательства. То есть это не то, что мероприятие в стране проходит, а вообще мировое мероприятие? Да, это мировое, и проходит оно около 170 стран задействовано в эти же сроки. Все-таки расскажите, на кого рассчитано, кто участвует, что за дети, какого возраста? В неделе молодежного предпринимательства мы стараемся охватить разновозрастную категорию. Наши занятия нацелены как на маленьких детей, это возраст дошкольный, который проводится на базе дошкольных образовательных учреждений. Согласно возрастному цензу, здесь мы проводим большой бизнес для маленьких детей. Такие мероприятия – это интерпретированные сказки, где дети могут познакомиться, что же такое бизнес, что такое экономика в игровой форме. Ребята, специалисты могут им продемонстрировать все это и показать в виде игры. Дети очень быстро запоминают тогда экономические термины и применяют их в своей жизни. А для более старшего возраста – это 6-7 классы, а также ребята старших классов 16-17 лет – для них проводится цикл мероприятий непосредственно по молодежному предпринимательству «Первый шаг к успешному бизнесу». Здесь они также знакомятся как с терминологией, так с ведением бизнеса, с личными качествами предпринимателя. То есть познают очень многое для того, чтобы в дальнейшем кто желает открыть свой бизнес. Для детей с 6-7 лет. Насколько важно такое? Приобщаться-то уже к предпринимательству. Приобщаться к предпринимательству. Дети понимают, откуда возникли эти термины, что такое деньги, как их надо зарабатывать, как их нужно тратить. То есть ребята, они как бы понимают, что человек может ходить на работу каждый день, а может быть бизнесменом. Потому что в настоящее время у некоторых детей родители работают бизнесменами, и они видят даже маленькие, какой это трудоемкий труд, как много их взрослые родители, для них они находятся на работе. Это очень сложно. То есть, в принципе, и для родителей, наверное, польза, когда детей приобщают к такому мероприятию, потому что они уже, идя с родителями в магазин, не будут просить, например, купите мне то-то, то-то, то-то. Дети будут уже понимать немножко, как зарабатывается. Дети очень быстро схватывают. Они понимают денежные отношения, товар, деньги. Они играют. Они действительно очень быстро настраиваются на эту волну товарно-денежных отношений. В виде сказки. Что за сказка там, сюжет какой-то? Значит, в этом году нововведение у нас, если раньше была просто игра, то в этом году мы хотим провести инсценированную сказку «Теремок в новом плане». А вот, то есть по сказке «Теремок». Да, по сказке «Теремок». Будут сказочные герои, непосредственно «Терем», но каждый герой этой сказки, он будет иметь свое дело. Допустим, мышка, так как она любит сыр, значит, она будет отвечать за изготовление и качество сыра. Лисичка, это такая очень хитрая, она, значит, будет в торговле действовать, то есть это ее будет прерогатива. Миша, он тоже очень сильный, значит, он откроет свой бизнес. И мы детям все это на инсценирование сказки можем показать, как это все действует. Для них это будет очень интересно. Все детские сады? Какой охват? Нет. Мы берем определенные группы, с которыми мы работаем, детские сады, да. Мы работаем с детскими садами «Мальвина», «Машенька», «Лукоморье». Вот у нас будет проведено там деловые такие маленькие, инсценировочные, а основное мероприятие у нас будет как заключительное. Понимаете, вот группы детей тоже разные бывают. И поэтому мы проведем заключительное итоговое мероприятие, вот поэтому у нас на базе Центра активного отдыха. Если вот уже переключиться на более взрослых, на подростков, да, вы говорите, на школьников, как это все происходит? То есть специалисты выходят в школах, в школы и там выводят? На протяжении недели у нас специалисты выходят на базы общеобразовательных школ, на старшие классы, это 9-й, 10-й, иногда 8-й, то есть с какими школами у нас заключены договора. Они вычитывают цикл мероприятий по молодежному предпринимательству, то есть это и терминология, и ведение бизнеса, как бы и навыки. И затем по окончанию проведения цикла мероприятий заключительным этапом является посещение как индивидуальных предпринимателей молодых и знакомство с бизнесом изнутри. При этих экскурсиях ребята знакомятся, рассказывают сами молодые бизнесмены, как сложно им было, то есть они знакомятся и с проблемами ведения бизнеса, и с началом. Они действительно сами проговаривают, как они начинали все, и это является дополнительным как бы таким стимулом посмотреть на ведение молодежного бизнеса со стороны. То есть ведь готовых открыть есть, но когда люди сталкиваются с трудностями, даже наша молодежь, они как бы уже отступают, поэтому... Ну и одно дело, когда, наверное, ты слушаешь лекцию, тебе об этом рассказывают, и другое дело... И другое, когда ты наяву встречаешься с этим, да, видишь, насколько этот труд трудоемок, насколько он требует ответственности в принятии решений, и ты же вкладываешь свои деньги, ты несешь ответственность. Если ты принял вдруг неверное решение, значит, ты несешь ответственность, потому что ты свои деньги вкладываешь в бизнес. Поэтому это очень серьезно. Вот тема начального капитала, когда вы школьникам рассказываете, должен быть обязателен? Да, без начального капитала бизнес очень сложно открыть. Конечно, если пишется проект, вот, молодежное предпринимательство, да, можно написать проект, у нас есть как бы молодежным, молодым людям, которые хотят открыть свой бизнес, у нас есть целая система поддержки. Это и администрация города, это и бизнес-инкубатор, это и центр активного отдыха, где молодым людям, желающим открыть свое дело, помогут написать проект, если у человека есть идея. То есть идея все-таки должна исходить от молодого человека. И тогда можно написать проект и выиграть грант. То есть какую-то часть денег ты выигрываешь, ну, какую-то часть ты обязательно должен, конечно, вкладывать свои деньги. На этих занятиях вы направляете школьников, обозначая какие-то определенные отрасли, которые вот наиболее востребованы будут? Ну, то есть, что если начинать свое дело, то лучше вот в такой вот отрасли, потому что оно более востребовано. Вы знаете, молодые люди, которые стремятся занять свою нишу, они все-таки ее сами ищут. Они выездные, они ездят в другие города, они мониторят, чего у нас в нашем молодом городе нет. Да, и вот тогда принимают решение, пойдет ли этот бизнес или нет. То есть все-таки это определенная ниша для каждого молодого человека. Насколько активно предприниматели соглашаются поучаствовать в этой неделе? Предприниматели соглашаются, они идут всегда практически навстречу, особенно молодые. Хочется сказать очень большое спасибо молодым предпринимателям. У нас в этом году стартовал в сентябре месяца новый проект – лаборатория профессиональных проб. Именно для старших классов, десятых классов. Эксперимент идет в восьмой школе общеобразовательной. И по истечению срока, как бы заключительное итоговое мероприятие этого проекта заключается в том, что ребята должны погрузиться в профессию. И мы обратились с письмами к предпринимателям, и откликнулось более 18 человек разной профессии. Это и учреждения, и организации, и молодые предприниматели. И они нам предоставляют места как поваров, так и официантов, и администраторов, и педагогов. То есть это вот большое им спасибо хочется сказать. Потому что без этого бы мы не смогли настолько вот ребят погрузить в профессию, чтобы они увидели именно молодежное предпринимательство, те проблемы, с которыми вот предприниматели сталкиваются изнутри. А так они будут в течение месяца приходить как в учреждение организации и к индивидуальным предпринимателям, и находиться на рабочем месте с закрепленным наставником. Я думаю, они научатся гораздо быстрее и поймут, в чем состоит сущность предпринимательской деятельности, гораздо быстрее, когда все это увидят своими глазами. Если вернуться к неделе молодежного предпринимательства, конкретно здесь сколько предпринимателей? То есть я так понимаю, что это будут разные классы, разные школы. Они будут ходить к одному и тому же предпринимателю? Нет, программа неделя молодежного предпринимательства у нас идет строго по программе. Сегодня у нас организована небольшая выставка, мини-выставка индивидуальных предпринимателей на базе Центра активного отдыха. Ноябрьских? В ноябрьске, именно на базе Центра активного отдыха, ноябрьскими предпринимателями. И на данный момент сейчас идет мастер-класс «Хендмейд». это своими руками, берутся вещи джинсовые, и они обновляются. То есть новая вещь имеет продолжение в будущем. Ребята будут сейчас создавать новые эксклюзивные свои вещи нанесением акриловых красок на свою вещь в виде трафаретов, которые подготовлены нашими специалистами. Это одно из мероприятий. Также проходит сейчас цикл мероприятий, как в детских образовательных учреждениях, так и на базах школ. Затем будут проведены экскурсии. Вот здесь ребята, непосредственно работая с молодыми предпринимателями, они познакомятся с разными сферами предпринимательства и узнают очень много нового. И в итоге неделя молодежного предпринимательства будет такое итоговое мероприятие, которое будет называться «Деловой завтрак с предпринимателем», где непосредственно предприниматель поделится своим опытом предпринимательской деятельности, где он расскажет о том, как он начинал свой бизнес и продемонстрирует ребятам непосредственно свою работу как предпринимателя. То есть вот так будет «Деловой завтрак за круглым столом» с нашими ребятами, которые хотят поучаствовать и, возможно, нацелены на дальнейшую свою деятельность в бизнесе. Сколько участников примерно, вот детей, какой охват? Вот уже если сказать, не говорить про детские сады, а вот именно про… Ну, я думаю, что охват детей будет примерно более 200 человек. Более 200 человек. А вы говорили, что еще тестирование какое-то проводится. Это в рамках лаборатории проводится тестирование. Но и здесь, когда мы выходим, как бы готовимся, конечно, проводится тестирование на личностное качество человека. То есть это же каждый бизнесмен, он должен обладать непосредственно серьезными такими лидерскими качествами. И поэтому, чтобы человек знал, может он или не может быть бизнесменом, поэтому специалистами проводится такое тестирование, и оно иногда дает хорошие результаты. То есть ребята действительно как бы соглашаются, что среди проведенного тестирования вот здесь выявился лидер, а здесь нет. То есть они знакомятся же затем с итогами тестирования. И иногда они соглашаются, да, действительно, это правда, что этот человек обладает именно такими качествами. Возможно, у него большое будущее. То есть будущего предпринимателя видно со школьной скамьи уже, да? Кто, у кого есть задатки. Ну сказать точно, что это будущий предприниматель. По крайней мере, качество. Но то, что он лидер, качество есть, да. Потому что, возможно, этот человек нацелен не на предпринимательскую деятельность, а на другую сферу деятельности в своей жизни. Возможно, это будет медицина. Поэтому сейчас как бы сложно сказать. Но мы будем отслеживать. Нам это тоже интересно. Потому что действительно много молодежи хочет сейчас идти в бизнес. За пять лет, что уже проводится мероприятие, есть какая-то информация, что кто-то, к примеру, стал предпринимателем? Возможно, что в течение пяти лет наши ребята и бизнесмены действующие, они участвуют в образовательном этапе конкурса «Свое дело». И с 2013 по 2017 год предпринимателями, молодыми предпринимателями города Ноябска выиграно грантов на сумму более пяти миллионов. Это говорит о том, что наши молодые предприниматели грамотные, они правильно пишут гранты, они выигрывают и открывают свой бизнес. Это и является таким, я считаю, что показателем действующих молодых бизнесменов или начинающих. То есть молодежное предпринимательство в Ноябрьске развито? Да, я думаю, да. Оно работает, действительно работает. И это показывает результаты как открытых, воплощенных бизнес-идей и открытых действующих бизнесов, так и то, что наши молодые предприниматели действующие являются победителями конкурсов. Ну и благодаря, наверное, вашим занятиям их будет становиться больше с каждым годом. Ну нам бы очень хотелось надеяться, что мы определенное такое место занимаем в жизни каждого из тех людей, которые хотят в дальнейшем связать свое будущее с бизнесом. Что все-таки именно правильность написания проектов, на то, что рассчитать, расчеты, все. То, что действительно мы помогаем. Хотелось бы в это, конечно, верить. Что мы являемся начальной ступенькой для будущего бизнеса молодых предпринимателей. Вы уже кратко сказали, в принципе, куда надо обратиться. Но давайте еще раз проговорим. Вот если, к примеру, кто-то из молодых людей по достижению 18-летнего возраста хочет открыть какое-то свое дело, куда ему нужно идти, консультироваться, обращаться, чтобы вот ему направили. Ну, прежде всего, я считаю, что система поддержки – это наша администрация города, которая в курсе всех событий именно по молодежному предпринимательству. В городе у нас также действует бизнес-инкубатор. Затем центр активного отдыха, который является первоначальной ступенькой, где они могут получить, если у них есть идея, мы все-таки поможем написать проект. То есть сначала идти к вам, следующая ступень – это уже бизнес-инкубатор, ну, а там уже администрация, если действительно проект достойный, и есть возможность получить грант какой-то, да? Елена Александровна, какой бы вы совет дали молодым людям, которые вот все-таки решат стать предпринимателем? Мне бы хотелось посоветовать молодым, чтобы, выбирая цель, они все-таки ставили ее очень высокую и не боялись попасть в звезды, чтобы они рисковали, и только тогда они будут выигрывать, потому что человек, который не рискует, он не может знать, способен он открыть это дело, свое дело или нет. Поэтому я считаю, что они должны ставить цели и выигрывать все-таки. Но рисковать нужно со знаниями, которые вы поможете обрисовать. Поэтому знания просто необходимы для ведения бизнеса. Если что, как раз-таки надо к вам приходить, вы поможете, подскажете, направите, и все будет отлично. Я напоминаю, что наша студия открыта для всех. Если у вас есть интересная тема для разговора, мы готовы и обсудить телефон редакции 49 99 40. Продолжение следует...